Дорогие слушатели, мы продолжаем наше ежедневное путешествие по страницам книги-книг Библии. Надеюсь, ваши Библии уже открыты и открыты на 10 главе книги «Исход». Вы знаете, слушатели, великие дела совершает Господь. Он избрал народ израильский еще в Аврааме для великой миссии, чтобы родить Спасителя в этот мир. Бог клялся Аврааму, что сделает потомство его таким многочисленным, как звезды на небе и как песок морской. Яков, он же Израиль, внук Авраама, пришел в Египет со всем своим домом, когда в Ханане был голод, и поселился в земле Гесем. Его сын Иосиф в то время управлял Египтом и был там вторым после фараона. Но прошли десятилетия. Династия Иксос пала. И вместо семитов к власти пришли египтяне. Они начали притеснять израильский народ и впоследствии сделали израильтян своими рабами. Прошли столетия. И Бог сжалился над этим народом. И вот Господь избрал Моисея, чтобы он вывел этот народ израильский из Египта. О Моисее сказано следующее. Читаем в послании к евреям. В одиннадцатой главе, двадцать четвертой по двадцать шестой стихи. Господь посылает Моисея к фараону и дает ему власть творить чудеса, чтобы ими заставить фараона отпустить израильский народ. Эти чудеса были своего рода наказанием для Египта. Сегодня мы будем говорить о восьмой и девятой казнях, которые Бог пошлет на египтян о саранче и тьме. Мы прочтем первых одиннадцать стихов десятой главы книги Исход, где написано «И сказал Господь Моисею, «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними эти знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Арон пришли к фараону и сказали ему «Так говорит Господь». «Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область». Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града. Объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, «Домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видали отцы твои, не отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновой сказали ему «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему». «Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, сыновями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу так, как вы сего просили, и выгнали их от фараона». Фараон боится, что когда он отпустит всех, этот народ уйдет от него, и он потеряет своих рабов. Он заставляет Моисея пойти на компромисс, но Моисей тверд в своем решении. Подобно тому, как фараон искушает Моисея пойти на компромисс с ним, так дети Божьи сегодня искушаются пойти на компромисс с духом этого мира. Их дети посылаются в школы и воспитываются в безбожном духе. Общепринятая система образования старается вытравить из их душ и сердец все то, наилучшее, что привили им в детстве их верующие родители. Друзья, когда вы посылаете ваших детей в школы, они выходят из них с промытыми, так сказать, мозгами, идеологически обработанными. И вот Моисей и Арон не идут на компромисс с фараоном, и этим озлобляют его. Тогда Господь сказал Моисею, «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поесть всю траву земную, и все, что уцелело от града». И простер Моисей, жил свой на землю египетскую. И Господь навел на эту землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не было такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно. И поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Как вы видите, друзья, саранча употребляется в Писании, чтобы образно, образно представить народу эту картину суда. Она причинила Египту, она причинила больше вред. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал, «Согрешил я перед Господом Богом вашим и перед вами». Это, слушатели, первое признание им своего греха. Он говорит, «Теперь простите грех мой еще раз, и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня эту смерть». Моисей вышел от Фараона и помолился Господу. «И воздвиг Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Красное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце Фараона, и он не отпустил сынов Израилевых». Друзья, это тот метод, которым Бог пользуется, воздействуя на египтян. Он систематически и в определенном порядке посылает бедствия. Первые казни были направлены против богов, богинь и идолов, наводнивших эту страну. Теперь Бог начинает посылать казни на людей, причиняя им большие трудности и заставляя их бороться за жизнь. Бедствие посредством саранчи произвело эффект, и люди взывают уже к фараону, говоря ему, что Египет гибнет. Это заставляет фараона временно покаяться. Но как только бедствие миновало, фараон возвращается к своему прежнему решению не отпускать народ израильский. Как вы видите, в самом деле, друзья, он был жестокий. «И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был сяих». Друзья, это был суд над египетским богом Солнца Ра. Бедствие посредством тьмы показало еще раз полную беспомощность бога Солнца. Эта тьма была чудом Божьим и заставила фараона предложить четвертый компромисс. Это последний компромисс перед тем, как он разрешит детям Израиля оставить Египет. Фараон призвал Моисея, мы читаем далее, и сказал, «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Как вы видите, друзья, фараон идет на уступки. Но Моисей остается тверд в своем решении. Он, слушатели, он возьмет все из Египта и ничего не оставит позади себя. Это хороший урок, слушатели, это хороший урок для каждого из нас, для детей Божьих. Они не должны идти на компромисс с Сатаной и вовлекать себя в дела этого мира. Многие верующие, слушатели, сегодня живут по-мирскому, и их трудно отличить от мирских людей. Мне кажется, что при восхищении церкви многие и многие верующие будут сильно скорбеть, оставляя в мире все наилучшее, что они имели и что они посвятили миру. Заметьте, слушатели, что говорит Моисей. Он заявляет фараону, что здесь не может быть никакого компромисса. Мы читаем стихи от 25 по 29. Но Моисей сказал, «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу, Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу, Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон, «Пойди от меня, берегись, не являйся более перед мое лицо». «В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей, «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Слушатели, дорогие, 11 глава, в которую мы сейчас перейдем, говорит нам об угрозе фараону десятой и последней казнью, смертью всех первенцев. Мы прочтем первых пять стихов этой главы. Хотя к разбору этой главы мы перейдем в следующей нашей лекции. Написано здесь следующее. «И сказал Господь Моисею, «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда». «Когда же он будет отпускать с поспешностью, будет гнать вас отсюда? Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». «И дал Господь милость народу своему в глазах египтян. Да, и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей, «Так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородные из скота». Слушатели, повеление выпросить вещей серебряных и золотых означало взять плату за долгие годы рабского труда. Ведь они были там четыре столетия, и четыре столетия они трудились бесплатно, можно сказать. Над Египтом Бог произведет суд, последний суд, и фараон с поспешностью будет гнать египтян вон из Египта. Господь, друзья, Господь да освободит и вас, всех от рабства греха, от рабства смерти, и ведет вас в чудное свое присутствие. Имея такое ясное проявление силы Божьей, фараон не научился подчиняться Богу и не отпускает израильский народ. В одиннадцатой главе мы увидим, как фараон прямо будет выгонять израильтян из Египта. Слушатели, дорогие, и в самом деле, да, даст Господь вам силы понять эту мысль о рабстве. Рабство греха, друзья, это самое страшное рабство. И Господь хочет освободить каждого человека именно от этого, из этого рабства. Об этом мы поговорим еще в наших следующих уроках. А сейчас я хочу оставить для вас один вопрос для вашего домашнего, ответа для вашего домашнего занятия со священным писанием. Сколько всего казней было произведено на Египет? Перечислите их. Каждая казнь имела какое-то особое направление на какого-то идола. Перечислите их. Итак, слушатели, до следующей встречи в эфире. Доблославит вас Господь. До свидания.